Дорогие друзья, сегодня в рубрике «История в предметах» нам бы хотелось обратить ваше внимание на небольшой живописный портрет старейшего в Ирбийске художника-самоучки Николая Субботина. На портрете изображен известнейший в 20-м столетии в нашем городе человек Леонид Александрович Мальцев. У него не было высшего образования, но он обладал огромнейшими знаниями и великолепной памятью. Он был обыкновенным библиотекарем. В 1943 году он был принят в городскую центральную библиотеку, ныне это библиотека имени Василия Шукшина, где проработал 32 года. И люди, которые общались с ним, они просто были поражены его знаниями и его памятью. Он мог взять многие книги, брал с полки, и он знал, где на какой странице находится тот или иной, в каком абзаце находится тот или иной текст. И он мог наизусть буквально зачитывать те или иные сведения и декламировать людям. Леонид Александрович знал пять языков. Некоторые из них он просто знал в совершенстве. И надо сказать, что Леонид Александрович всю жизнь доказывал, что можно быть образованным, интеллигентным человеком, не имея высшего образования. У него просто был какой-то комплекс заказать людям о том, что действительно можно и без высшего образования иметь очень хорошее знание. Ну а теперь непосредственно к портрету, на котором изображен Леонид Александрович. Здесь художник использует приглушенные темные тона. Но если внимательно посмотреть, мы видим, что автор высветляет голову модели. Правильно сказать, взгляд, лицо. И, конечно, взгляд пристальный, внимательный, да, который смотрит на своего зрителя. Такой взгляд, конечно, сразу выдает нам образ интеллигентного человека, который умеет внимательно выслушать. И человека, который думает, который пытается познать окружающий мир. И еще о том, что это не простой человек, а человек увлекающийся, мы это видим по изображению большого обилия книг. Как на дальнем плане, книги стоящие на полках, да, так и на столе лежат какие-то книги и какие-то записи. Ну, а также его внешний вид, костюм. Он всегда ходил в белой рубашке, в галстучке, тем самым подчеркивая о том, что он принадлежит именно к интеллигенции. Хотя Леонид Александрович из воспоминаний, он не придавал большое значение ни пище, то, что он ел, и ни одежде, то, как он одевался. Он был, по сути дела, вот именно одухотворен знаниями, а именно процессом познания. Он без конца читал и днем, и ночью, то есть большое время, уделял чтению книг. В 1972 году он пошел на пенсию, и он стал активно сотрудничать с Бийским краеведческим музеем. В частности, с Борисом Хатмеевичем Кадиком. Они были друзья. Он для Бориса Хатмеевича переводил тексты с немецкого, с английского, переводил тексты по археологии и этнографии. И еще надо сказать, что Леонид Александрович Мальцев сделал большой вклад вот именно в создание истории города Бийска. Сейчас большое количество информации, да, и в интернете, и книги стали выпускать о нашем городе. А в те времена, в начале 20-го, середины 20-го столетия, о Бийске мало кто знал, и не было никаких знаний, да, информации. Вот поэтому Леонид Александрович, первый в городе, стал создавать так называемую летопись города Бийска. Он сотрудничал также с Бийским рабочим, с этой организацией, куда он посылал свои статьи, публиковал эти статьи, вот именно из истории улиц нашего города. И, конечно, это вызывало у людей большой интерес, потому что информации больше нигде не было. Ну и в заключение хочется сказать, что мы тоже очень рады о том, что мало кто знает об этом человеке, о Мальцеве Леониде Александровиче. И этот портрет всегда будет напоминать нам об этой личности, невзаурядной, да, и что называется, воплощается вот эта идея христианская вечная память. И этот портрет нам не даст забыть об этом человеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok